Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой обзор игры под названием Boxing Star. Могу сказать то, что это, наверное, такой первый жанр, который я вот сейчас рассматриваю. Насколько мне хватит на эту игру, не знаю, но могу сказать, что она не такая донатная. В всяком случае, на данный момент. Как только эта ситуация поменяется, наверное, всё-таки она наскочит, но пока что в неё приятно играть. Есть боевой жанр, как я уже говорил, у нас такого ещё не было, но, в общем-то, посмотрим, как пойдёт. Пока что есть какой-то интерес. Всё, как и везде есть, и деньги, и золото, это всё можно как-то... То есть, скиллы прокачивают бойца, а потом... Что ещё? Прокачивают амбундирование, оно на экране. Процесс, конечно, занимает время, но, тем не менее, если всё это прокачают, взломать, наверное, интерес уйдёт. Можете играть как... То есть, продолжать как историю бойца от каких-то низов до профессиональных вершин. Так и можете играть против, так сказать, онлайн-игроков реальных. То есть, это уже по желанию. Мы сейчас пока прокачиваем амбундирование. Этот процесс не дешёвый, но постепенно, по мере того, как вы будете достигать каких-то целей, будут собираться и деньги, и, в общем-то, процесс будет идти. По деньгам пока что не сказываются, то есть, денег более чем достаточно. Они постоянно появляются, потому что за бои даются подарки, и эти подарки там приносят тоже какие-то деньги. А золото, конечно, пореже, это более ценный ресурс, но тут уж, как говорится, можете либо взломать, либо купить по желанию. Вроде бы, как всё прокачали. Я сейчас смотрю, то, что нам было доступно. Вот такая вот бабушка занимается экипировкой. Там есть ещё человек, который ответственный за именно тренировку. В общем, каждый занимается своей нишей для того, чтобы нам помочь. Ну, конечно же, не за бесплатно. Вот сейчас мы проводим, будем проводить бой против реального бойца, и взамен мы получаем, как такой, подарок. И, в общем-то, этот подарок надо открыть, тоже должно пройти какое-то время, и уже мы получим деньги, какие-то, возможно, перчатки бойцовские. То есть, всякую, всякую, нам полезную. Вот сейчас ведём ожесточённый бой против нашего оппонента. Он применил как суперсилу, и, в принципе, от неё можно увернуться. Вот как сейчас мы это сделали. У нас уже остаётся жизни немного, но у нашего противника, ну, сейчас он восстановился. То есть, можно встать с ринга и понажимать клавиши. Если мы успели, вот как сейчас нас отправили, да, мы быстро две кнопки зажали, и процентная шкала восстановилась. Но это можно делать буквально пару раз. Вот с каждым таким нажатием, с каждым нокаутом, значит, получается, по времени это занимает побольше. Вот эти вот кнопки, то есть, непомедленно нажимается с каждым, можно сказать, падением. То есть, максимум, ну, раза три. То третий раз и еле успел. Два раза более чем, а уже потом, к сожалению, всё. Всё, то есть, бой закончен. Отправляем нокаут, и всё, победа. За это мы получаем подарок, как я уже и говорил. И подарки есть разные, то есть, они открываются, как... Вот он, крайний был такой свёрток. Десять минут, есть подарки по тридцать минут, то есть, это уже такое, как даже не конвертик, это такое, как небольшой сундук. И ещё один бой проведём. Соперник по баллам нас превосходит. Вот ещё задание мы можем, если отправим нашего оппонента в нокаут до второго раунда, ещё получим плюс 40%. Ну, посмотрим. Это уже более такой сильный оппонент. У нас есть тоже, кстати, суперсила, но как-то она очень медленно восстанавливается. То есть, тут надо, видимо, её прокачать. Наш противник бьёт в корпус. Я, кстати, такие вот удары пока что не научился наносить. Играю из-под телефона, не из блюстек, потому что играть, ну, просто не представляется возможным. Потому что touch-управление, и надо нажимать одновременно на две клавиши. Ну, желательно. Как-то делать это всё пошустрее. А с блюстеком, ну, наверное, не представляется возможным. Отправляем сейчас пока в нокаут нашего Vis-a-V. Несмотря на то, что у него, ну, как, посильнее статуса, но пока что он ничего нам не смог. Никаких действий. То есть, никак себя не проявил, будем говорить так. Так, и вот, скорее всего, что на него тоже всё. Закончил, закончен этот бой. Да. Отправили и его нокаут, но так не всегда получается. Я вот выбрал первый вариант для уровней. То есть, там было как, что можно до второго раунда отправить нокаут. И ещё один момент. Тоже там вроде как выбрал. Но, к сожалению, это событие не свершилось. То есть, мы не получили дополнительно 40%. Но ничего страшного. Проведём ещё один бой. Как-то вышёл в раж. Ну, игра как-то цепляет на самом деле. И жанр такой новый для нас. И идея неплохая. Такого как-то не видел до того. Ну, может быть, не следил просто. Тут и графика хорошо всё сделано. В общем, игра, можно сказать, сбалансирована очень неплохо. Пока что нас бьют со всех сторон. Сейчас удаётся вернуться, и мы наносим ответный удар сокрушительный. Надо, конечно, аккуратнее подставляться, уворачиваться. Потому что удары, особенно от более именитых соперников, они крайне болезненные для нас. Но вот пока удаётся уворачиваться, ещё попутно наносить удары. Но недолго нам осталось, потому что шкала уже буквально всё иссякла. И вот сейчас нам наносит как суперудар. Он тоже у нас возможен. Как я говорил, как-то очень всё по времени происходит. Вот эта шкала, пока она не станет полной, мы не сможем этой возможностью воспользоваться. По-моему, она вот под шкалой жизни, такая как гирюзового цвета. Есть ещё рекавер HP, мы можем сесть в такой вот батончик и шкала восстановится. Но я пока не использую, потому что в основном задействуем, есть стори-мод, то есть проходить именно саму игру. Вот сейчас мы уворачиваемся от мощного удара супер. И наносим удар в ответ. Всё, вырубаем нашего противника. Но вроде как встанет. А может и нет, скорее всего, что уже нет. Да, победа непростая, но тем не менее. Тут всё-таки ещё как сложность есть, что многие удары я тут ещё не знаю, как наносить. Но всё, со временем если буду проходить, то, конечно, будут уже и навыки в бою. Ну что ж, на этом всё. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.